Иркутская область по показателям цифровой трансформации вышла на второе место в СФО. Общее значение по результатам 2023 года в Приангарье составило 72,5% от максимально возможного. Это соответствует второму месту среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом свидетельствует число жителей региона, зарегистрированных на портале госуслуг, которое неуклонно растет. В 2023 году оно составило 1 миллион 760 тысяч. Доля пользующихся сервисами портала возросла с 60% до 73% в 2023 году. Этому в том числе способствовало появление новых услуг по записи в первый класс в техникуме и колледже. Особое внимание уделено вопросам цифровизации сферы здравоохранения. Здесь по итогам 2023 года достигнут показатель в 97,8%. Дополнительно отмечу, что в социальной и промышленной сферах здравоохранения, образовании, транспорте и других направлениях темпы внедрения цифровой трансформации ежегодно растут. В ближайшие несколько лет, учитывая бурное развитие искусственного интеллекта, темп будет только ускоряться. Совет ректоров Иркутской области возглавил ректор Иркутского Государственного университета. Александр Шмидт – доктор химических наук, профессор, родился в Ангарске. С отличием окончил химический факультет ИГУ, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Автор 223 научных и учебных работ. Глава региона Игорь Кобзев поздравил нового председателя Совета ректоров. Иркутской думе исполнилось 30 лет. Сначала их было 15, а теперь 35 человек трудятся на благо города и отстаивают интересы его жителей. Первые выборы современной думы состоялись в 1994 году. Так, первый созыв составил всего 15 народных избранников, которые работали на благо Иркутска. Они стали проводниками между горожанами и администрацией. Такой же принцип и у депутатов в наши дни. У всех одна цель – сделать жизнь иркутян комфортнее и лучше. Возобновлен депутатский фонд. Это дополнительные средства, которые выделяются из бюджета каждому округу областного центра. На что их потратить решают жители совместно с депутатами. Каждый округ в 2024 году получил финансовую поддержку 15 миллионов рублей. Благодаря слаженной работе выросло и наполнение городского бюджета. Так, в 2019 году он составил 19 миллиардов рублей, а в 2024 – 40 миллиардов. Архитектурные и историко-культурные экспертизы в селе Верхоленск Качукского района завершены. Исследованию подверглись все местные усадебные комплексы и единичные постройки. Всего 93 объекта. Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов проверил результаты экспертиз на месте. 65% по решению экспертов рекомендованы к включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Это высокий показатель. По итогам проведенных работ 60 объектов будут включены в реестр. Часть как объекты культурного наследия регионального значения, часть как объекты культурного наследия местного муниципального значения. На сегодняшний день уже подготовлены соответствующие приказы о включении объектов в реестр об отказе, во включении в реестр. Они сейчас проходят процедуру согласования и в ближайшее время будут подписаны, вступят в силу. Ряд из этих домов, где проживали ссыльные, сейчас мы ставим на госохрану. В частности, речь идет о домах, где жил один из видных революционеров российских, Федосеев Николаев Графович. Это один из первых, как сказать, последователей марксизма. Два дома остались, где он жил и где он, по некоторым сведениям, скончался. Оба этих дома принадлежат семейству купцов тюменцевых. Один из них, наиболее архаичный дом, это дом Пупуляевского 27, улица Пупуляевского 27. Он датируется началом 19 века, одна из самых старых построек в Верхоленске. Самовыгул под запретом. В Иркутской области утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных. Именно поэтому в новой редакции закона ввели понятие свободного выгула. В сопровождении владельца без применения поводка и намордника, обращая внимание на то, что в населенных пунктах это допустимо только на специально отведенных площадках. Помимо прочего, владельцы должны вовремя оказывать собаке ветеринарную помощь, не выбрасывать животное на улицу и не оставлять в бедственном положении. Ответственных граждан, конечно, больше. Но у нас есть и безответственные граждане, в том числе мы в этих дополнительных требованиях, например, прописали запрет на выбрасывание животных на улицу. То есть в настоящее время мы в службе ветеринарии осуществляем такое комплексное регулирование вопроса ответственного обращения с животными, потому что мы понимаем, что, допустим, одними запретами мы работу тоже наладить можем, но она не даст того результата.